Итак, друзья, в рамках секции кино и B-Producer, международной блокчейн-платформы, на сцену приглашаем Фёдора Сергеевича Бондарчука, основателя и соучредителя кинокомпании Art Pictures Studio и председателя совета директоров киностудии Ленфильм. А также Михаила Курбатова, IT-инвестора. Ваши аплодисменты. Спасибо. Добрый день, уважаемые друзья, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Слушайте, ну поговорим о новой территории в киноиндустрии, да и не только в киноиндустрии, но и в медиа, о блокчейн-технологиях. Мы полгода тому назад в рамках открытого российского фестиваля Кинотавра представили блокчейн-платформу, которая называлась «Синемика». В её аббревиатуре была ICO, и в принципе чуть позже мы ушли от этого названия. Понравилась нам «Be Producer», потому что, по моему мнению, это более точно объясняет миссию платформы. «Стань продюсером», «Будь продюсером», «Стань соучастником», «Будь погружён», «Будь ответственный» и так далее. И одновременно с этим нам не совсем точно иметь ICO в названии компании, потому что это не цель нашей платформы. Об этом более подробно расскажет Михаил Курбатов. За это время, вот одновременно с нами, буквально через день, мой дорогой друг Константин Юрьевич Хабенский заявил о создании своей платформы. Я так понимаю, что за это время возник у них конфликт интересов партнёрских. Без комментариев я просто хочу сказать, что это та территория, где все те люди, которые собираются этим заниматься и идут по этому направлению, они только приветствуются. Здесь конкуренция важна. Вообще знания об этой территории важны. И люди, и группы людей, кинематографистов вообще из медиа, которые занимаются блокчейн-технологиями в медиа, мы это очень приветствуем и где-то даже готовы пересекаться, консультировать или наоборот изучать обратную связь от коллег. Вот совсем недавно наши друзья, Витя Гинсбург, у вас краудфайдинговая платформа, которая называется Баблос. Привет, вы в зале, рад вас видеть. Собрали 440 тысяч евро, миллион 200 евро на картину Empire V через краудфайдинговую платформу. Это большой результат, они продвигаются дальше. В общем, так или иначе, возникают интересы, фокусы внимания переключаются на блокчейн-технологии. Итак, немножко о BIP-продюсер. Как я сказал, уже первый раз мы объявили об этом на фестивале «Кинотавр». Миссия нашей платформы состоит в том, чтобы создать новую форму связи кинокомпаний и продюсеров с миллионами зрителей. Мы приглашаем каждого зрителя проинвестировать и заработать на кино. О чем мы говорим, у каждого продюсера или у каждой студии есть свои свободные проценты от тела фильма. Они разнятся, иногда их просто не существует, и мы об этом прекрасно знаем. Иногда ты отдаешь каналу, который помогает тебе, финансовой организации, когда за эти деньги ты отдаешь права на картину. И так далее, и так далее. Иногда ничего не остается. В нашем случае мы говорим там от 15 до 45% свободных продюсерских роялти, которые мы предлагаем инвесторам. А именно инвесторов мы называем наших зрителей. Людей, которые интересуются в кино. Они комментируют, они живут на разных кинопоисковиках. Это и IMDb, это и Кинопоиск. Они комментируют кино, они изучают кино, они критикуют кино. И играют, играют в этой экосистеме. Играют, они изучают бокс-офис той или иной картины. Они изучают тот или иной комментарий кинокритиков. Это касается, конечно, кинопоиска. Такую вот экосистему мы предлагаем нашим зрителям и людям, которые интересуются кино. Я уж не говорю о тех людях, которые готовы инвестировать в кино. Они смотрят на рейтинги картины, они принимают участие в составлении формирования этого рейтинга. Мы представим картину мира немножечко с другой стороны. И мы не будем говорить о творческой составляющей, о том же самом рейтинге. И хотя он будет на IMDb или на кинопоиске, мы представляем свой рейтинг. Он все-таки будет относиться к финансовой составляющей картины. Но не только о группе продюсеров, но и о всех участниках фильма, в который мы предлагаем инвестировать всем желающим. Они могут составить свою картину мира по результатам работы и по успехам той или иной студии или компании, которые представляют свой фильм на нашей платформе. А также по поводу каждого из кинематографистов. Это может быть оператор, режиссер, главный артист. Везде вы можете увидеть его бокс-офис, его именно финансовые показатели. Это не исключает то, что там будут рейтинги творческого составляющей картины. Но мы сконцентрируемся именно на этом. Таким образом мы формируем новую модель поведения зрителя. Отчасти это пропуск в индустрию кино. Инвестиция, которую человек совершает на нашей платформе, является его пропуском в индустрию. Ну, назовем развлечения, потому что сейчас мы говорим о киноконтенте, а это касается медиа. Это могут быть и театральные постановки, это могут быть и веб-сериалы, это могут быть и сериалы. Сейчас все поднимается на диджитал-платформе. Вы сами наблюдаете за ТНТ-премьер, который, так сказать, не выдерживает количества желающих посмотреть премьеру Жора Крыжовникова. Звоните Ди Каприо, или там же вот 23-го будет выложен наш проект в год культуры и так далее, и так далее. Это большое время, когда все трансформируется. Мы на самом деле являемся отчасти пионерами в этом направлении, потому что примеров международно работающих платформ на основе блокчейна, вот таких успешных примеров, я вам не приведу. Может быть, кто-то из коллег мне подскажет, эффективно работающий. Поэтому это все в пути создания. Вот мы здесь, перед тем, как я вышел сюда, разговаривали по поводу Баблоса. Значит, три года у вас, да, заняло время. Больше года только подготовка. Почему мы не открылись? Потому что за это мы абсолютно честно и открыто говорим о том, что на этом пути мы столкнулись с огромным количеством сложностей. Это и юридического характера сложностей, это и архитектура самой платформы. Нам задают много вопросов по поводу того, что сейчас на платформе BeProducer стоит, вы сможете увидеть только одну картину. Называется она «Притяжение. Часть вторая. Больше там ничего нет». Я объясню, почему так сейчас происходит. Действительно, мы считали модель на основе «Притяжение», которая наша картина, которой мы знаем первую часть. Мы знаем бокс-офис первой части, а это почти миллиард сто миллионов рублей. В связи с этим мы знаем все детали, как устроена финансово-экономическая модель картины. И вот Денис Леонидович Баглай, генеральный директор студии Art Pictures, просто каждый день на протяжении долгих недель изучали именно «Притяжение. Часть первая», чтобы перейти на «Притяжение. Часть вторая» и предложить именно на этой картине посмотреть, как работает блокчейн-технология. До конца мы не доделали. У нас есть еще масса вопросов, о которых отчасти расскажет Михаил. Но, тем не менее, стоит «Притяжение. Два», потому что мы подробнейшим образом прошли и проходим этот путь в формировании этого предложения для наших будущих инвесторов. Мы говорили на том же Кинотавре о начальной стоимости входа в 5000 рублей. Это тоже цифра корректировалась. Вообще каждый день территория нам приносит скорее больше вопросов, нежели ответов. Но мы идем дальше. И я и мои товарищи дорожим своей репутацией. Здесь стоят фильмы Art Pictures, студии «25 лет». И я беру... У нас понятные мне партнеры. Также с репутацией с нами Леонид Бугуславский, один из отцов-основателей вообще русского рунета. Например, такой же путь длинный, он его не закончил, с огромным количеством инвестиций в онлайн-кинотеатр «Иви», который вы прекрасно все знаете. Он работает. И это, наверное, единственная такая большая платформа, где можно посмотреть разнообразное кино. С ним это один из наших партнеров. Репутация его понятна. И его бизнес-репутация тоже понятна. Поэтому мы этим очень дорожим. Не спешим. Такого, что нам надо срочно выйти, у нас нет. А то, чтобы платформа работала, это задача серьезная. Предпосылки. Бокс-офис российского кино. Ну, здесь я буду повторять. На самом деле, это тот слайд, который я могу повторять долго, потому что это успехи российского кино, к которым мы так долго стремились. Здесь вы можете увидеть рост от 2005 до 2018 года. И, соответственно, долю российского кино, она в первом квартале этого года была почти 50%. Сейчас 40-76 миллионов зрителей. Это, на самом деле, колоссальный успех индустрии в целом. Поэтому время, когда мы говорим о создании блокчейн-технологии для российских фильмов, мне кажется, очень правильное, есть о чем говорить хотя бы. Значит, Михаил, я вот вас прошу рассказать, где мы сейчас находимся, может быть, с чем мы столкнулись, потому что есть вещи, которые перекликаются, и наши же коллеги знают о каких-то пересечениях. Те изменения, которые прошли у нас за полгода. Ну вот и, наверное, статус. Да? Спасибо. Спасибо, Федор Сергеевич. Потом я предлагаю, прости, пожалуйста, Миша, если у вас возникнет вопрос, мы даже можем какой-то вопрос-ответ сделать, если это вас заинтересует или возникнет вопрос. Михаил Гурбатов, спасибо. Спасибо, Федор Сергеевич. Ну, я, на самом деле, еще раз подчеркну один важный момент, про который Федор сказал. То, с чего начать, наверное, стоит, а можно чуть промотать вперед. Еще чуть вперед. Еще чуть вперед. Вот, наверное, с этого я начну. Дело в том, что, действительно, пока на сайте висит фильм «Притяжение», очень часто нам люди говорят, что, ребята, у вас проект Федора Бондарчука, проект одного фильма, и когда говорит это Федор Бондарчак, что это не так, тут еще можно усомниться. Я вам скажу вот при сидящем ряде Федора Сергеевича, что это действительно не так. Мы сами, когда создавали площадку, нам очень хотелось коммерчески успешный фильм из жанра, ну, желательно, фантастики. Так совпало, что такой фильм в России один. Мы вот ровно хотели продолжение фильма «Притяжение», пришли к Федору Сергеевичу. Спасибо, что он такую проявил открытость и увлекся проектом, и поддерживает это движение вперед. Это раз. Два. Возвращаясь чуть-чуть назад на цифры, значит, действительно, из изменений, можно чуть назад промотать? Значит, из изменений, которые произошли. Во-первых, мы действительно, с момента презентации кинотавра, у нас была возможность достаточно глубоко погрузиться в общении с нашей потенциальной ультурой. Мы провели несколько фокус-групп, собрали достаточно большую обратную связь, и первое значимое изменение, про которое сказал Федор Сергеевич уже, это уменьшение чека. Мы поняли, что для людей важно минимальная инвестиция, чтобы она была сопоставима с билетом в кинотеатр, и до этого мы объявляли, что мы хотим минимальную инвестицию 5000 рублей. Сейчас мы считаем, что важно сделать возможность участия в проекте более массовой и сделать минимальную инвестицию 1500 рублей. Второе, с чем мы действительно столкнулись, и про это я буду несколько раз, наверное, говорить. В принципе, все проблемы решабельны, это новая технология, блокчейн входит в нашу жизнь, там нет ничего сверхсложного. В проекте все готово, кроме одной важной вещи, которая съедает наше время и требует над нас самых больших усилий, это все, что связано с юридической составляющей проекта. Действительно, инвесторы этого проекта очень дорожат своей репутацией, и я вам буду говорить это много раз, мы не запустим прием инвестиций, пока мы не будем уверены, что эта юридическая конструкция защищает права инвесторов, деньги будут возвращены, и все это будет проходить в легальном поле. На сегодняшний день, как вы знаете, к сожалению, есть два слова, называется одно блокчейн, а второе вот это такое ICO слово, то есть когда люди собирают новым способом деньги на инвестиционные проекты. Надо признать, что за последний год слово ICO сильно себя дискредитировало, объективно, потому что процент проектов, на которые были собраны деньги, не имеющие под собой ничего, даже там ни команды, ни какого-то описания, ни элементарного бизнес-плана, их оказалось больше чем половины. Поэтому первое, на чем мы акцентируем внимание, мы не собираем деньги на проект. У нас, слава богу, деньги собраны традиционным способом с профильных инвестициональных инвесторов, коим, безусловно, является, в том числе, Леонид Богославский, это, на мой взгляд, номер один инвестор, IT-инвестор России, и вот проект у нас полностью обеспечивает сегодня деньгами, мы, все, что мы делаем, мы применяем технологию блокчейн для того, чтобы собрать деньги исключительно на производство кинофильмов. У нас нет никаких собранных денег, мы не пойдем ни на спонсорские какие-то поддержки, ни на содержание звезд, ничего, исключительно на производство кинофильмов. Это пункт первый. Второе, про что еще раз хочется проговорить, про принципы работы площадки, прежде чем я еще приду к каким-то деталям, можно чуть вперед промотать, я их напомню. Мы их как-то при первой волне отбора проектов, мы интуитивно на них вышли и за последнее время убедились, что нам надо им следовать на всей жизни проекта. Первое, это профессионализм. Мы на площадку отбираем только те проекты, которые обеспечены контрактами с известными студиями, режиссерами, съемочными площадками, актерами. Второе, это прозрачность и защищенность. Собственно, то, чему мы уделяем самое большое внимание, это прозрачность IT, вот этой вот блокчейн-технологии, которая, кстати, у нас размещена на… наш контракт уже размещен на известной площадке Этерскан, которой пользуются все, более-менее все компании, которые хотят действительно показывать, что они открыты. И вторая составляющая прозрачность и защищенности состоит в той юридической конструкции, на которой сейчас сконцентрированы наши усилия, чтобы права инвесторов были защищены, и все было понятно и просто. Я к этому чуть еще вернусь попозже. Прибыльность, идеология проекта, быть продюсером, быть продюсером, хороший продюсер должен быть и коммерчески успешным, да, и зарабатывать на своих инвестициях. Мы сразу говорили, что идея проекта в том, чтобы люди могли не только насладиться тем, что они участвуют в создании проекта, но и в том, чтобы получить какие-то деньги назад, а может быть на своем знании, понимании кино заработать. Значит, для этого у нас в команде существует целая независимая команда, которая занимается оценкой предложений по фильмам, оценкой прогнозов кассовых сборов, которые приходят от режиссеров и продюсеров. Понятно, что режиссеры и продюсеры свои перспективы кассовых сборов часто оценят несколько больше, чем, скажем так, аналитик беспристрастный. Значит, в этом состоит их задача. Мы отсеиваем те проекты, у которых лезть у создателей переоценка их кассового потенциала и потенциала всех доходов, значит, ну или как-то их приводим в чувство. Могу сказать честно, что и вот, например, Федор Сергеевич, уважаемый, мы тоже в чем-то с ним не согласились, поэтому применяем какие-то более консервативные оценки даже в отношении его проектов. И последний пункт публичности у нас, собственно, это такой идеологический пустулат всех, кто искренне верит в блокчейн, то, что все инвесторы, все участники проекта должны участвовать на равных правах, нет никаких исключений. У всех юридически одинаковое конструкция и правила распределения дохода, они, в общем, это такое, что называется, не обсуждается. Можно дальше чуть промотать. Значит, чуть про назад, чуть еще вот на этом слайде с карты мира я еще несколько слов скажу и про наши планы, и про, прошу прощения, и про прозрачность и защищенность. Я думаю, что в режиме, как это мы не первый раз уже проводим презентацию проекта, мы знаем, что в режиме вопроса-ответов люди как-то лучше получается у нас обсуждать какие-то детали действительно того, как будет обеспечена прозрачность и защищенность, но я, тем не менее, про нее еще два слова скажу. Значит, мы с самого начала всю задачу поделили на две части. Первая часть – это чтобы юридически было прописано четкие отношения между компанией B-продюсер и кинокомпанией с точки зрения того, как защищены права инвесторов, как распределяется доход, доходы от фильмов, как прописаны условия контроля съемок, сопровождение маркетинговых материалов и прочее. Но самое главное, как юридически зафиксировано, что кинокомпания, когда сняла фильм, значит, что оговоренную ранее долю, которая предподлежит распределенность инвесторов, юридическая конструкция должна жестко обеспечивать поступление этой доли для инвесторов. Вторая часть прозрачности и защищенности состоит в том, что технология блокчейн обеспечивает одну очень простую вещь. Когда деньги от кинокомпании поступили, извините за такую простоту, к нам на портал, ну или, там говоря более правильно, на так называемый смарт-кошелек, после этого любой инвестор в любой момент времени может забрать причитающийся ему доход, пропорциональный его инвестициям, и никто не может этому помешать. Ни мы, ни, там, я не знаю, ни, простите, хакеры, ни никто. Значит, я чуть-чуть подробнее остановлюсь на Федору Сергеевичу Раполистову, вот в слайд, можно чуть назад на слайд номер 4, кажется. Еще вот, да-да-да, вот предыдущий, извините, вот следующий, да, 6, прошу прощения. Вот давайте на примере цифр притяжения, притяжения первого, мы просто приведем простой пример, про экономику очень многие спрашивают, тем более про, когда говорят про блокчейн, очень часто звучат завышенные оценки, мы всегда подчеркиваем, что все-таки в нашем проекте мы придерживаемся консервативного сценария, мы не обещаем никому суперсверхдоходности 2% годовых в день, там, или 200, 50, какие-то такие цифры. Значит, вот фильм притяжения, он действительно очень кассово успешен, и, откровенно говоря, превзошло ожидание создателей по кассовым сборам. Значит, поэтому вот мы просто взяли на этот фильм, у нас есть договоренность по фильму притяжения 2, но пока мы ее не публичим, вот мы просто взяли, точно так же посчитали, как будто мы договорились про фильм притяжения 1, чтобы было. Значит, если бы мы 10% от бюджета, извиняюсь, да, 10% от бюджета, как мы и планируем, значит, распределили бы среди инвесторов, то по факту их доходность составила бы 23% годовых. И это очень хороший результат, потому что фильм притяжения действительно очень успешен. Мы делали такое упражнение с фильмом «Движение вверх», который является самым успешным, и вот там действительно уже ближе к 30% годовых доходность, но это по-настоящему успешные фильмы, мы не ставим все задачки, и это просто было бы нечестно с нашей стороны говорить, что такая доходность будет всегда. Это по-прежнему риск, это инвестиция, и люди могут какую-то часть денег потерять, но принцип, на которых мы выстраиваем отношения с кинокомпаниями, состоит в том, что мы рисуем некое количество сценариев, плохих кассовых сборов, хороших, очень хороших, и таким образом выстраиваем отношения, что чем хуже кассовые сборы, тем инвестор получает больше, чем лучше кассовые сборы, тем инвестор пропорционально получает меньше. Это достаточно честная формула, она, с одной стороны, защищает участников проекта Beeproducer от каких-то там провалов инвестиционных, но при этом, если фильм по-настоящему выстрелил, то мы считаем правильнее в такой ситуации, чтобы его создатели получали больше, чем инвесторы. Значит, в чем принципиальное отличие, почему все-таки, вот откровенно говоря, и когда мы поговорили с нашей аудитории, доходность это хорошо, но мы не совсем проект про инвестицию, в первую очередь это проект про соучастие, поэтому акцент мы делаем именно на соучастие. В чем отличие вообще, зачем тогда возникает вопрос, зачем вообще деньги возвращать, да, ведь можно просто так собирать, когда этого работал Планетару, Кикстартер, Бум Стартер и так далее, и тому подобное. Принципиально, наверное, состоит в том, что, ну, во-первых, мы действительно берем на себя функцию отсева выбора фильмов, назовем это большое кино, то есть фильмы, у которых высокая вероятность дойти до большого кинозала. Честно говоря, я знаю, многих расстраивает, когда они скидываются на Планете Ру и на Кикстартере, и в итоге они скинулись на фильм, какой-то получился материал, но фильм до очень маленького количества случаев, значит, можно где-то потом увидеть. Мы все-таки сразу говорим, ребят, мы отсеиваем проекты, те, которые обеспечены финансированием, те, которые имеют профессиональную команду, мы выбираем только те проекты, про которые мы верим, что они будут сняты, за этим следим, и они попадут на большой экран. Это в нашей зоне ответственности. Это первый принципиальный отлич. Но второе, более важное, на самом деле, то, что инвестиция и то, благодаря чему, вообще какую возможность открыла перед людьми вот эта самая технология блокчейн, конкретно в киноиндустрии. Если раньше вам понравился проект, вы на Кикстартере дали, я не знаю, там 100 рублей. Это меценатство, да? Вам эти деньги точно не вернутся, вы не ждете этого возврата. Принципиальное отличие стоит в том, что теперь вы можете дать те же самые 100 рублей. Пусть фильм даже будет неуспешен кассово, или наоборот, дай бог, будет успешен кассово. Вам какая-то часть этих денег вернется, и вы тут же можете вложить их, поддержать другой проект творческий, который вам понравится. Так как цикл производства, вернее, не цикл производства, а цикл, который мы закладываем в своих договоренностях кинокомпаниями от момента сбора денег на нашей площадке до момента широкого проката фильмов год-полтора, то вот это такой период, в течение которого вы, войдя однажды на площадку «Би-продюсер», можете стать действительно профессионалом, быть продюсером и заниматься непрерывно непрерывно выбирать фильмы и поддерживать их, причем поддерживать их не только рублем. Вторая важная составляющая, на которую мы делаем акцент, состоит в том, что для нас очень важно соучастие. И не только для нас важно соучастие, но и для кинозрителей мы это благодаря фокус-группам поняли. Значит, что я имею в виду? Значит, по мере развития проекта мы сейчас заложили некий трек, благодаря которому мы будем увеличивать количество возможностей, которые возникают у участников «Би-продюсер» для того, чтобы действительно прикоснуться, перейти вот за эту грань, которая отделяет зрителя от творца, перейти, зайти в творческий процесс. Мы сейчас уже предусмотрели и делали пилотное, скажем так, пилотное упражнение, участие зрителей в киносъемке. И это небольшая тайна, но фокусная группа ездила на съемочную площадку «Фильм Притяжение 2». Значит, это действительно интересно, это развивает. И по мере развития проекта мы будем усиливать такого рода возможности. Второе, мы делаем большой акцент на аналитике кино, профессиональной аналитике, потому что действительно очень много… сейчас нет недостатка информации про кинофильмы. Есть сайт «Кинопоиск», ну и там «Милео» самый популярный, есть миллиард еще источников. Но в чем принципиальное отличие? Когда вы интересуетесь кино, это одно. Когда у вас появляется возможность инвестировать в кино, вас должны интересовать другие вещи. Вас должно интересовать, для вас становится прикладной информация про экономику конкретных фильмов, которые размещены на площадке. И то, на что мы делаем акцент, это развитие аналитики, именно инвестиционной аналитики тех фильмов, которые у нас размещаются на площадке. И просто добавлю, мы так построим… да, спасибо. Михаил говорил про вот эту жизнь с момента начала производства в полтора года. Я просто еще хочу сказать, что и у самой картины есть этапы развития самого фильма «Как кто». Это некие такие пики, когда инвестор может докупить, доинвестировать, его может заинтересовать новый уровень, другой уровень самой картины. А это, например, опять же, исходя из нашего примера из притяжения. Подписание договора с IMAX, значит, это, соответственно, другая территория, другое качество смотрения, это другой маркетинг и так далее, и так далее. Это плюсы. Международные пресейлы, вот сейчас закончился AFM, American Film Market, и, соответственно, мы можем рассказать о тех пресейлах, которые есть у «Притяжения 2», и это тоже новый уровень самой картины. Он на участии в фестивалях и так далее, и так далее, и так далее. Международные права, я уже о них сказал. И вот такими вот… и именно параллельно есть другие картины, у которых есть такая же активность. Поэтому вот это движение денег, о чем говорит Михаил и твое право распоряжаться ими, как ты посчитаешь нужным, и, может быть, заинтересоваться другой картиной и иметь возможность переложиться туда, у нас такая опция есть. И самое главное, вот эти хайпы, вот эти волны по каждой из картин, мы будем, конечно… это важно для нас и важно для понимания, ну, назовем их зрителей, участников. Небольшая, вводная. Я буду сюда выбегать иногда, Михаил. Спасибо. Спасибо большое за этот пас. На самом деле, я думаю, что правильно здесь уже основную презентацию подвести как раз вот с Федоровского про то, какие у нас заложены опции. На самом деле, вот искренне, если говорить, мы видим почти бесконечное… можно последний слайд? Почти бесконечное развитие проекта и с точки зрения географии, и с точки зрения индустрии. Мы переводили переговоры уже и по мьюзиклам, и по сериалам, и с точки зрения возможностей для участников проекта, это действительно и перепродажа своих прав, это и увеличение их участия именно в самом творческом процессе. Заканчивая все равно уже текущим статусом, как правильно сказал Федор Сюридович, мы хотим быть честными в этом смысле. Значит, сыромяжная правда стоит в том, что для нас сейчас очень важно пройти проверку, или, как говорят иностранцы, proof of works, доказать, что модель работает, что все хорошо, инвестиции защищены, всем все понятно. Поэтому сейчас мы сконцентрированы исключительно, как я уже говорил, на доработке юридической схемы, на том, чтобы сделать правильно, пилотное привлечение инвестиций в фильм «Притяжение 2», ну а дальше, вот как мы только пройдем этот этап, нас ждут поистине необразируемые горизонты, и не смущайтесь тому, что сейчас у нас на сайте правда висит один проект, хотя мы говорили, что их там много. Здесь я еще раз объясню, еще раз, это важно, почему «Притяжение 2» одна картина, которая размещена у нас на сайте, потому что на основе «Притяжение 2» мы создаем некий протокол, протокол, который будет распространяться и на другие картины, которые абсолютно каждая индивидуально по своей финансовой модели. Но протокол, который мы вот за это время создадим, он уже создан, все равно будет распространяться и на другие картины при разных финансовых составляющих. Это наш рассказ о нашей платформе BeProducer или BePro. Домены все закрыты, понимаешь, BePro.com закрыт, BePro.ru принадлежит еще кому-то, BePro тоже нравится, BeProducer. Слушайте, если у вас есть вопросы, у нас, по-моему, не предусмотрен Q&A, но нам кажется, это живая, по-моему, история. Если кого-то заинтересуют конкретные вопросы, мы с удовольствием постараемся на них ответить. Один, пока люди собираются с вопросами, один короткое дополнение к тому, что сказал Федор Сергеевич. Если бы мы хотели собрать деньги только на фильм «Притяжение в два», наша бы работа была бы в два раза проще. Так как мы строим сразу площадку, которая предусмотрена для большого количества фильмов и не только фильмов, мы, к сожалению, себя, чтобы просто не было по этому поводу сомнений, мы себя обрекли на двойную работу, которая действительно сложнее. Можно? Здравствуйте, меня зовут Артур Шестаков. Здравствуйте. Я и актер, и занимаюсь инвестированием. Мне сразу стало интересно эта программа. У меня безумное количество вопросов, на которые вы ответили отчасти. Поэтому я, наверное, хотел бы, чтобы на платформе уже была какая-то строка для инвесторов в плане предварительно уже зарегистрироваться, и когда вы откроетесь, чтобы сразу попасть в этот проект. И вопрос как раз-таки токены, которые ты инвестируешь, когда их забирать в плане вышел фильм, продолжается ли оборот денег на маркетинг, на сопутствующие товары? Понятен. Вопрос сейчас ответит. Ответ на первый вопрос. Ну, регистрироваться можно сейчас. Функция инвестирования доступна будет в первом квартале 2019 года. Второе, токены живут, как правильно сказал Федор Сергеевич, они живут своей жизнью бесконечно. Пока есть поступление, понятно, что можно нарисовать такой график поступления от фильма. Вот пошли кассы сбора, потом он так раз, если это не «Звездные войны», то вот так вот вниз. Значит, вот пока сколько бы ни прошло лет, кроме случаев, когда это говорено юридически, все доходы, их часть попадает на кошелек, и вы можете забрать на свои токены доходы в любой момент времени и продать свой токен. Это очень близко. Вот сейчас QR-коды развиваются, туда вшиты не только стоимость товара от производителя, его движения до магазина, но там зашиты огромное количество опций, и размер этих опций он бесчисленный. Вот также по движению ваших средств мы предложим интересное. Игра все-таки это фанки-бизнес, да, это многие получают просто большое удовольствие от изучения, не только от хейтерства, да, и советов по поводу, как надо снимать кино, а как не надо снимать кино. Вот здесь ты можешь активно быть прямо в центре, в эпицентре событий. Можно ли уточнить, была строка по поводу доступа к возможности, я здесь, к возможности творческого соучастия в продукте. Во-первых, это само в себе немножко странно, можно ли чуть-чуть детализировать. И как следствие вопрос отсюда проистекающий, будут ли какие-то инструменты для творческого анализа предлагаемого продукта. То есть, например, доступ к сценариям, если инвестор хочет сам оценить перспективность на свой собственный взгляд, опираясь не только на ваши предложения. Спасибо. Это отличный вопрос. Вот смотрите, с первого начну по поводу, это обратная связь. Мы в производстве, если опять же отталкивается от примера притяжения, вот части второй, она снята. Через месяц у нас будет первый драфт монтажа. Обычно мы последние годы показываем, мы делаем фокус-группы. Фокус-группы сегодняшнего дня невероятно интересные. Ай-трекинг поражает, и технология фокус-групп в кино очень высокая, и результаты очень интересные. Правила, и все об этом знают прекрасно, что ни один продюсер 100% не опирается на результаты фокус-групп. Это неправильно, это не живет. То есть нельзя брать 100% комментарии фокус-групп даже в тех территориях, где там процент совпадания 90. Это ответственность продюсера, это его, так сказать, и режиссеры, команды создателей. Как правило, так не всегда бывает. Но огромное количество комментариев приходится в работу. Я просто приведу пример. Мы снимали первое притяжение, мы отфокусили картину, и в тех сценах, которые связаны со школой, с жизнью школы, мы три сцены пересняли. Я скажу, что это было по результату, по обратной связи, например, там детей, там разные возрастные группы, как вы прекрасно знаете. Это я могу сказать, что это по результату. Я даже не хочу говорить, что это фокус-группы. Обратная связь от зрителя, первого зрителя, который посмотрел черновой трафт картины, мы взяли в работу. Что касается принятия участия в создании сценария, нет. Анализ, нет. И нет, и да. Не всем. Здесь, вы знаете, мир такой, мне это нравится. Вот мне звонит недавно товарищ, не буду говорить. Кто кинематографист? Известный кинематографист. И говорит, что я хочу тебе предложить одну тему. Куда тебе прислать сценарий? Не буду даже говорить про тему. Я говорю, не надо мне присылать сценарий. И он спрашивает, почему. Потому что я, студия наша, разрабатывает похожую тему. Не присылают сценарий, не читают. Если я его прочитаю, можно предположить, что те ходы, которые, как вы понимаете, если мы коснемся темы, например, ну, я не знаю, блокады Ленинграда. Они могут пересекаться. Истории, есть одна литература, есть одни воспоминания, есть одни улицы. Но если я прочитаю ваш сценарий, будет хотя бы не есть хорошо. Поэтому активным пользователям, ну, наверное, как это поточнее объясните, будет возможность... Да, можно я добавлю от своей стороны. Пользователи с репутацией. Значит, нас, честно говоря, на эту историю, про которую вы говорите, вдохновила компания такая маленькая, называется Netflix, которая совершила переворот в индустрии. Они запустили некоторое время назад такой сервис, что самым активным... Они как-то оббирают активных пользователей, они им присылают сценарии, сценарные ходы на некий опрос. Это вот как правильно сказал Федор Сергеевич, тут есть такая линия на песке, которой нам не перейти. За ней жестко стоят продюсеры и режиссеры, и это правильно, их творческое видение. Но нам эта история очень понравилась, и мы предусматриваем у себя достаточно, причем, я надеюсь, быстро эта штука заработает, активных людей. Вот мы сейчас обсуждаем, как правильно выбирать, чтобы это были те, кто действительно профессионалы. Если они доказали участие не только деньгами, здесь важнее именно их активность, что они разбираются, что им нравится, что они болеют там проектом, а такое в жизни часто очень бывает, в хорошем смысле это слово, то мы вот со всеми обсуждаем форму их участия, какие-то вопросы им задавать и так далее и тому подобное. Ну вот, что мы точно не можем обещать, что удастся сломать творческих людей, общественное мнение, и слава Богу. Последний вопрос. У меня на самом деле два, российская газета. Вот у вас на слайде было написано, что «Притяжение 2» появится на бипродюсер в первом квартале 2019 года. Прокат он выходит в конце, в декабре 2018 года. Исходя из чего вы его именно так выкладываете? Может быть, он параллельно появится там на других ресурсах, на ИВИ, или вы хотите посмотреть результаты проката? Почему? И второй у меня такой вопрос, Федор Сергеевич, у вас школа, индустрия. Почему бы вам на бипродюсер проекты молодых ребят не выкладывать, потому что это тоже молодая аудитория блокчейн, и это могли быть бы очень интересные какие-то ходы? У нас завтра, по-моему, да, круглый стол. Коллоквиум в 10 часов утра. На Ленфильме в 10 часов утра у нас круглый стол по поводу кинообразования и школы кино и телевидения, индустрия. Там можем поговорить? Да, я немножко не понял по времени. Я понял, мне кажется, здесь небольшая путаница произошла. Фильм размещается у нас на площадке для, я сказал, что будет открыта возможность инвестирования. И это за... Да, 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 да. То есть это все-таки до премьеры. Это речь идет про инвестирование, а не про то, что он будет доступен. В тот момент его просто не будет нигде доступно. Да, и он не в этом году выходит на экраны. Следующий. Вот. Спасибо вам за внимание. Вас много и были вы внимательны, интересны. Надеюсь, мы вам рассказали что-то интересное. Спасибо. И увлекли вас. Спасибо.